Потому что когда дело касается убийства Литвиненко, ваши позиции диаметрально противоположны и такая замечательная, жесткая, яркая дискуссия. Тем не менее, наступаю на горло собственной песни и хочу вас вернуть к теме разговора. В конце концов, убийство Литвиненко, а вы уверены, что за ним стоят российские спецслужбы. Не сомневаюсь. А Наташа уверена, соответственно, что это за ними стоят те, кто против российских спецслужб, чтобы им навредить. Да, англичане. Да, англичане. Я не говорю, что англичане. Я не говорю, что англичане. ЦРУ есть хорошие дети. Американцы, тем более американцы. Короче говоря, проклятые империалисты и их пособники. Конечно, это точно. Их израильские пособники. Тем не менее, я хочу вас вернуть к теме. В конце концов, то, что произошло с Литвиненко, на мой взгляд, это только показатель того, что сегодня любой человек, проживающий на Западе, вне зависимости от того, в какой стране, должен серьезно опасаться того, что если он перейдет какую-то грань, которая не понравится спецслужбам на каком-либо уровне, его жизнь находится в опасности. Это соответствует действительности, Олег Данилович? Не любой гражданин России, а тот, который имел доступ к очень секретной информации и который предал интересы службы. И, кстати, служба. Я могу вам сослаться на комсомольскую правду буквально в семилетней давности, задолго до истории с Литвиненко. Когда он ушел на Запад, была статья одного из его коллег, где было сказано, Саша, мы никогда не простим. Имеете в виду. И это правда. Это старая философия. А почему с вами ничего не сделали? Вот почему вас не уничтожили? Вот почему вас не уничтожили в таком случае? Если мы говорим о бывших офицерах, которые предали свою службу. Вы читали книжечку недавно вышла такого деятеля, Синягинка, со фамилией. Калугин, в скобочках, приступить к ликвидации. Не знаете, нет? Нет, не знаю. Вот напрасно рекомендую книгу, в которой обсуждается этот вопрос. Но дело в том, что в отличие от Литвиненко, я слишком фигура публичная. И со мной в этом смысле сложнее иметь дело. Более того, я получал... Если вы сами говорите, что он не был публичным, что никто его не слышал, и вообще о нем никто ничего не помнил и не знал, что так и есть. Наташа, я уже получал анонимные письма. Гейла была сказана, что ты следующий. И прекрасные американские кладбища тебя ждут. Что я делал? Давали даже адрес с кладбищем, которым я буду похоронен. Ну, я, естественно, формировал органы с идеальной школой. Наташа, я вам хочу сказать, что ваш вопрос... Ну, вы вправе сами его оценивать, но я считаю, что ваш вопрос из области некорректных. Потому что задавать человеку вопрос, почему вас еще... Это было честное случение. Извините, пожалуйста. Я понимаю. Я просто хочу высказать свою позицию. Я не знаю, согласны вы со мной или нет. Просто это напрашивать само собой. Наташа, так что ты годам-то меня уже приговорили. Я... А следующий, да. Мы говорим вообще об уничтожении. Ни в коем случае не дай бог. Наташа, если ты со мной не согласна, что вопрос некорректный, я снимаю это свое замечание. Хорошо, если ты. Наташа, ну мы же говорили уже. Значит, у меня есть, Олег Данилович, не только. Ну, полицейский, можно много имен называть. В конце концов, нигде не убили такого количества журналистов, как по России. Нигде. И именно это началось с 98-го года. Наташа, это началось с 98-го года, с тех пор, как Путин пришел в ПНД. Значит, Наташа, я хочу... Отсюда отчет пошел политический комбий. Я почему сказала, как, ведь это неправильно, некорректный вопрос, потому что это напрашивается само собой. Вы действительно самый яркий, пожалуй, представитель спецслужб, который сделал то, что он сделал. Поэтому, в принципе, вы должны были быть, извините, пожалуйста, извините еще раз, первой мишенью. Не Литвиненко, простите меня, который у меня не вызывал вообще ноль эмоций. Да, но, к счастью, в Америке органы безопасности относятся с большим вниманием к потенциальным жертвам российских и советских. Я думаю, Наташа, чтобы закончить этот разговор, что господин Калудин действительно находится под гораздо более серьезной охраной, чем несчастный Александр Литвиненко. По счастью, находится под более серьезной охраной. Значит, я хочу показать тебе один фрагмент. Это встреча с твоим оппонентом. Для вас это будет сюрпризом, Олег Данилович. Полгода назад мы говорили о том, что российские спецслужбы и вот тот так называемый промышленный шпионаж, о котором говорил Володя Козловский, это полбеды. Он правильно говорит, украсть, я его цитирую, какую-то электронную фиговину, еще надо научиться понять, что с ней сделать. А вот работа нынешних спецслужб российских по оболваниванию, извини, Наташа, по обработке, потому что для тебя слово оболванивание, наверное, звучит оскорбительно, тех людей, которые живут за пределами России, этот вопрос кажется мне гораздо более серьезным, чем промышленный шпионаж. Посмотрите, пожалуйста, и, Наташа, посмотрите, что ответил Олег Данилович Калудин. Ваш коллега Константин Преображанский, который был резидентом в Японии госбезопасности, здесь, когда мы с ним встречались, уверял меня в том, что сегодня в комитете и вообще в российских спецслужбах создан мощнейший отдел по работе с бывшими соотечественниками. То есть, условно говоря, огромное количество денег, как он говорит, и сил отпускается бывшими вашими коллегами для работы за рубежом, то есть в Израиле, в Европе, здесь, в Соединенных Штатах. Вы тоже считаете, что это имеет место или здесь несколько попахивает паранойи? Дело в том, что отдел или направление такого содержания существовал в советских органах безопасности с начала революции 1917 года. Мы работали по эмиграции весь период советской истории. И у меня в моем управлении внешней контрразведки был специальный отдел по эмиграции. Мы занимались эмиграцией российской, украинской, армянской, прибалтийской. Задача состояла в том, чтобы вербовать людей из среды эмигрантов и постепенно направлять их в федеральные органы власти. Там требуются переводчики, специалисты, советологи. И это была наша задача. Вторая – это оказать воздействие на российские общественные организации. Ну, у нас были здесь и книготорговые организации, финансируемые КГБ. У нас здесь были и общества всякой российской дружбы. Это была часть массированной пропагандистской кампании, где КГБ играло очень важную роль. По вашим наблюдениям, этот аспект работы госбезопасности сегодня ослаб или усилился? Он усилился после прихода к власти Путина. Путин выступил по крайней мере два раза на конгрессе соотечественников, проживающих за границей. Он говорил о том, что Россия должна направить усилия на создание пророссийского лобби за рубежом, чтобы это лобби использовалось не только в росте экономического, как говорят, благосостояния России, но и для того, чтобы оказывать влияние на процессы принятия политических решений, в том числе в Америке. Я вас прошу совсем по-серому, совсем по-обывательски. Мы все под колпаком у Мюллера? Ну, сказать, что все было бы неправильно. Но то, что направление работы по иммиграции при Путине существенно усилилось, и фактически, я думаю, ведется в масштабах не меньших, чем при Советском Союзе, это однозначно. Продолжение следует...